ДИВЕРГЕНТ 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 Добрый день дорогие друзья Когда мы слышим слово ДИВЕРГЕНТ отклоняющийся или распадающийся мне все таки распадающийся больше нравится потому что мне на этом примере этого фильма этого романа хотелось бы указать тема места человека в эволюции то есть в этом фильме показано что представьте той точки зрения модель этой точки зрения которая существует до сих пор и сейчас мы и пожинаемые плоды что человек является вершиной эволюции природы и вершина у нас буквально показывается вот так да то есть вот здесь вверх находится человек человек разумный гомо сапиенс он называет и вот эта модель приводит нас к этой проблеме к глобальным катастрофам которую нам моделирует наша писательница и и последствия то есть как люди пытаются избежать то есть я считаю что человек разумный не является вершиной эволюции в этой концепции главное что человек находится здесь в начале не на вершине на какой когда мы вот так смотрим человек находится вот здесь человек разумный и данное вот человек разумный а где находится эволюция эволюция находится вот здесь то есть скажем вот так то есть человек находится здесь он никуда не движется разумный в гомо сапиенсе там не знаю человек разумный разумный сейчас интересно вам картинку нарисую человек разумный является источником эволюции он находится в начале и начинается эволюционное развитие но эволюционное развитие как бы у нас видео какое интересное то есть человек разумный а эти две стороны две стороны с этой стороны мы напишем ум а здесь сознание ну вот примерно сознание то есть вот это в границах ума и сознания человека происходит эволюция мира то есть можно сказать что если человек здесь то эволюция это бег бегство мира от чего от разума то есть эволюция это не развитие куда-то к лучшему как люди считают в соответствии с современными понятиями это просто элементарное бегство спасение и вот тема спасения очень хорошо прописана в христианстве то есть вот этот человек разумный если он здесь находится он спасает мир здесь мир здесь мир ну мир мир находится и туда значит стремится эволюция то есть эволюция это движение разума мир фактически то есть как бы так образом но здесь находится человек разумный он не дает разуму пройти в мир и здесь интересная тема связанная с данным фильмом дивергентом дивергент разделяющийся отклоняющийся там или там тема страха где здесь появляется страх человек испытывает страх человека преследует страх мы говорим и тема страха очень как бы важна в психологии там и так далее вот когда эту картину миру вы себе представите то здесь дается место страху где он страх находится миру страшно он убегает от эволюции эволюция движения разума в мир вот здесь страх напишем здесь страх ну грубо говоря так здесь находится страх и значит там в начале моего ролика там стоит картинка с вероникой и которая там написана у них там два девиза там три девиза к ее книгам на обложке книг написаны эти слова там что ваш выбор от вашего выбора происходит влияние на вас выбор выбор где находится здесь с помощью ума и сознания по делу выбор вот то есть мы движемся через страх вот страх находится перед человеком перед не в человеке и не он находится перед человеком это проблемы которые люди не понимают когда мы движемся мы движемся перед нами страх мир нас боится фактически когда он не видит что человек разумный мир начинает бояться но опять вернемся к этому фильму там определенные качества развиваются вот эти качества они качества разумного человека соответственно если разумный человек вот здесь это героиня и там ее друг они соответственно разумные способные отклоняться и двигаться вот здесь между умом и сознанием и попадать в страх то есть они не могут здесь там видеться понимаете то есть вот это они находятся и они видят всю картину картину мира мир тут эволюция страх движение от разума убегает эволюция и качества эти значит в этом фильме развиваются у людей там планы создаются одни иначе занимаются там паралитическими лирами другая называется наукой третья занимается там для тебя страшно занимается какими-то волевыми вопросами волевыми где требуется бесстрашие там вот их и наша героиня оказывается вот здесь а все остальные эти товарищи находятся здесь какие-то качества формируют вот здесь между новым созданием ну там морально нравственные качества которые людям близки вот она написана искренность эрудиция дружелюбие бесстрашие отречение то есть сультуризм то есть основные качества которые как бы определяют состояние страха потому что через него проходит разум ну разум проходит через него и человек его разделяет разделяет на ум и сознание тем самым спасая мир от чего концепция спасения христианства и по концепции другая там спасение от света разрушения там как мы знаем ваш выбор может вас разрушить вашу жизнь наоборот изменить вашу жизнь и короче все влияет ваши выборы то есть здесь выбора нет человек разумный не выбирает он принимает решения которые диктуют разум но но человек существо слабое само по себе человек неразумный когда он получает удовольствие от этих качеств вот когда он начинает этими качествами ну сами понимаете торговать вот эти качества замечательные они пытаются использовать в своих целях чтобы заполучить власть над другими над ресурсами и так далее то есть человек приступит разумным и начинает разделяться так тут я сейчас маленько подрисую кое-что вот человек вот так нарисуем еще низ линеечки видим что мы видим тут эволюция а тут инволюция пойдет то есть человеку бесстрашие нормально нормально но он деградирует начинает если у него нету страха этого бесстрашие это самое это нормально но он становится инволюцией ин-ин здесь инволюция скажет ин то есть эволюция в обратную сторону поет мир то этого не хочет в обратную как бы потому что решение принимает разум между умом и сознанием человека а здесь видите ум и сознание меняется местами но это не столь важно поэтому эта девушка беверген становится для общества угрозой то есть она может повернуть в эту сторону мир еще туда двигаться эволюция как бы остановится скажем так то есть от этой девушки от таких людей как дивергенты зависит это состояние мира стабильное чтобы и сюда и сюда в фильме очень хорошо показана тема когда она бессознательно принимает страх в силе то есть когда страх она себя принимает она принимает разум она принимает разум и видит картину как она есть и как бы разрушается как бы разрушается вот это вот то есть она видит обе картины обе стороны видят она страх принимала в себя это замкнулось и она оказалась здесь в центре она видит обе картины здесь не надо принимать решение она принимает страх она принимает страх и в результате время выхода из такой сложной ситуации у нее очень укорачивается она быстро принимает разумное решение разумное решение не решение борьбы между умом и сознанием как бороться со страхом вот здесь умное сознание начинает между собой как бы сотрудничать и поиск какого-то решения выбора то есть и куда-нибудь заводят они еще в группу заходят в эволюцию короче и какое-то там эволюционное решение им предлагается перекрыть воду там пройти по проволоке там рычаг нажать прыгнуть куда-то костер стушить ну не знаю какое-то эволюционное решение эволюционное решение то есть бегство страх между умом и сознанием здесь тема она движется в обратную сторону она падает сюда она принимает страх становится разумной принимает разумное решение без страха проваливается сюда на нее все смотрят как принять такое решение она принимает его потому что она знает что это не страх это разум и вот значит что мы здесь еще видим вот что это напоминает это напоминает если одномерное есть мы поднимем это дело возьмем и в трехмерное пространство увидим где это Вот здесь, да? Что мы получим, если мы эту вершинку приподнимаем? Если мы эту вершинку приподнимаем, мы получаем Сами знаете, что, да? Вот пирамидку Прозрачную, допустим, пирамидку Видно, да? Мы получаем пирамиду Вот откуда взялась эта тема По поводу того, что человек вершин на эволюции Ломо сапиенс Вот, то есть Приподняв человека разумного От собой Сделал его там Мы пытаемся каждый там Сейчас мы будем говорить опять о фильме То есть Конкретно девушка там, это парень там Пытается, собственно, заняться саморазвитием То есть Отрешиться Отрешиться Вот такая тема там Отрешение Фракция, отрешение Войти Отрешиться Вот это дело Это всего И создать внутри себя Каждый человек в отдельности Создает Разум Движение разума Какая-то левая партия К чему приходим Мы приходим К единству То есть Идея единства Идея единства Она очень Очень Хорошо развивается В мусульманстве Единый Бог Единство Внутри тебя Ты единый Внутри себя Единый Тогда ты можешь принять разум Когда ты един Но Ты един И ты способен Разделяться Когда разделяться Когда ты понимаешь Чтобы разделяться Ничего Не для того Чтобы получить удовольствие Между ними Или Добиться власти Над теми Кто внесут А для того Чтобы принять разумное решение Откуда пришло решение Тебе это не важно Главное принять Исполнить Это решение Разумное И Развиваться Внутри Себя То есть Там Дивергенты Конечно В этой Первой книге Первом фильме Они Видите К чему пришли Они убегают В конечном итоге На поезде В дружелюбную Внутреннее Внутреннее Сообщество У человека Разумный Спаситель мира Он Человек Каким образом Поставит мир Он принимает Себя в разум Он от этого Страдает Страдает Человек Разумный И мы видим Героя Страдает Девушка Страдает Тарень Который Своими Четырьмя Страхами Борется На протяжении Фильма В конце концов Убеждает Эти Страхи И убегает Со своей Возлюбленной На поезде Как мы Там Видим Такая Мелодраматическая Драматическая Ситуация Что Миром Правит Любовь Вот эти Два Человека В этой Любви Своей Нашли Спасения Мы понимаем Что они Любовь Их спасают От чего От разрушения От того Что за них Сделают И убьют Мать Погибает Отец Погибает И все Ребята Страдают Которые Находились Под этой Пирамидой В общем Спасибо За внимание Всем Облак Создавайте Свою Пирамидку Внутри Будьте Человеком Разумным И примите Его Всегда Разумное Решение Не делай Никакого